Немецкие медики Смотрите, кому опасно ходить Неуемная альтернатива для Германии Партия через суд добилась права на собрание в любимой пивной Гитлера Шокирующие события взбудоражили Берлин В зеленой зоне района Вилмерсдорф обнаружили тело ребенка Хозяева выгуливали собаку в парке И та их привела к страшной находке Пока можем сказать лишь, что это новорожденный малыш Ему было всего несколько дней Ждем результаты аутопсии Тогда будем знать точно, как долго он мертв и причину смерти Пока же территорию вокруг ледовой арены отцепили Полиция изучает все следы До выяснения всех обстоятельств В парк Вилмерсдорфе объявили местом преступления А собственно расследование только на начальном этапе Поэтому пока неизвестно, как долго зона будет закрыта для прогулок По данным полиции, за последние годы им стали часто попадаться тела младенцев Устроивший резиню под Мюнхеном помещен в психлечебницу Такое решение принял следственный судья Управление криминальной полиции Баварии сообщило, что медицинское обследование Выявило у 27-летнего подозреваемого психическое заболевание Сообщается также, что он не в состоянии нести ответственность за свои поступки Что и является причиной для срочной госпитализации Прокуратура предъявила ему обвинения в убийстве и трех покушениях на убийство Мотивы преступления остаются невыясненными При этом во время обыска квартиры мужчины, проживающего в городе Гюнберг, федеральная земля Гессен Не было обнаружено доказательств того, что преступление было совершено из религиозных соображений Вместе с тем выяснились дальнейшие подробности состояния здоровья обвиняемого Незадолго до совершения преступления он находился в стационаре одной из клиник, которую покинул утром 9 мая Ранее его родственники обращались в полицию, поскольку мужчина производил впечатление человека, находящегося в невменяемом состоянии Помимо этого он сам заявлял об употреблении наркотиков Убийство было совершено во вторник утром на вокзале небольшого города Графинга под Мюнхеном Преступник напал с ножом на четырех человек, один из них позднее скончался Трое находятся в больницах, их состояние оценивается как стабильное Парламент земли Баден-Вюртемберг проголосовал за избрание Винфрида Кричвана премьер-министром Лидер партии «Зеленых» возглавит первую в истории Баден-Вюртемберга черно-зеленую коалицию Партия «Зеленых» и ХДС подписали коалиционное соглашение в понедельник Сегодня земельный парламент избрал премьер-министра и утвердил новый состав правительства Несмотря на то, что после создания коалиции лидеры «Зеленых» и ХДС излучали взаимную любовь и оптимизм Голосование за премьера было омрачено спорами Во время пробного тайного голосования только 26 депутатов ХДС отдали свои голоса за Винфрида Кричмана Восемь голосовали против, пять воздержались, трое отсутствовали Возможно, союзовцы остались недовольны распределением министерств А может, они были против своего же однопартийца Томаса Штробля, которого назначили вице-премьером Примечательно, что 11 мая земельный парламент Баден-Вюртемберга удивил всю Германию Члены Лан-Тага избрали своим главою мусульманку Мухтерем Арас, депутата от партии «Зеленых» За политика турецкого происхождения проголосовали 96 депутатов против 39 Эксперт в области финансов Арас – первая мусульманка, возглавившая Лан-Таг в Германии Она выразила благодарность за космополитизм, толерантность и успешную интеграцию Никогда ранее штутгарский Лан-Таг не возглавлял человек, имеющий иммигрантское происхождение Арас родилась в Анатолийской деревне в Турции и переехала в 1987 году с родителями в Германию И еще одна скандальная новость из Лан-Тага Баден-Вюртемберга Депутат от социал-демократов отказался пожать руку парламентарию от «Альтернативы для Германии» «Я не всем депутатам пожимаю руку», – сказал ветеран СДПГ Больганг Дресслер Кристине Баум И за это уже получил по почте несколько десятков угроз от анонимов, поклонников «Альтернативы для Германии» Депутат от ХДС повторил подвиг Яна Бемермана и, возможно, запустил новый виток конфликта Германии с Турцией Депутат Детлиф Сав с трибуны Бундестага прочел скандальное стихотворение Яна Бемермана Которое в свое время вызвало серьезный дипломатический скандал и судебные процессы Чтением сатиры с трибуны депутат от ХДС внес свою лепту в обсуждение 103-й статьи Криминального кодекса ФРГ Которая определяет наказание за оскорбление главы иностранного государства Именно на нее ссылался президент Турции, подавая в суд на немецкого юмориста И по этой статье Бемерман может получить до пяти лет тюремного заключения Именно удаление 103-й статьи из Криминального кодекса и обсуждали сегодня в Бундестаге Коллеги смелого депутата были несколько шокированы неожиданным выступлением Которое транслировалось в прямом эфире и немедленно стала сенсацией в интернете Любителю поэзии напомнили, что он находится в парламенте и должен контролировать себя Одним из первых откликнулся сам Ян Бемерман Он пошутил, что нужно лишить депутата неприкосновенности И судить его за нарушение 103-й статьи Криминального кодекса Штаб-квартира партии Христианско-демократический союз Подвергается кибератаке прокремлевских хакеров По данным IT-экспертов, хакеры из пророссийской группировки Poundstorm Применяют метод фишинга, чтобы получить доступ к личным данным Высокопоставленных партийных деятелей Хакеры пробуют получить доступ к базам данных ХДС В том числе к персональной информации высокопоставленных членов этой партии Входящих в правящую в Германии коалицию Для этого используется технология так называемого фишинга Мошенники рассылают спам со ссылками на сайты Внешне схожими с известными интернет-ресурсами Например, с сервером электронной почты Если человек вводит на поддельном сайте свои настоящие пароли и логины Хакеры могут получить доступ к его личным данным Кроме того, хакеры могут рассылать спам с предоносными приложениями Атака осуществляется с серверов, расположенных в Латвии и Нидерландах Комментируя это сообщение, представители ХДС заявили, что информация проверяется Хакерскую группировку Поунсторм уже обвиняли в кибератаке на Бундестаг, Совет безопасности Нидерландов и на компьютеры правительства Польши Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Поунсторм может быть подразделением ФСБ России Одна из любимых пивных Гитлера открывает свои двери для альтернативы для Германии Суд разрешил правым популистам провести свою встречу в пивной Хофбройкеллер в Мюнхене Несмотря на активные протесты хозяина заведения Владелец пивной Фридрих Штайнберг, беспокоясь о своей репутации, опасаясь акций протеста Хотел разорвать договор с партией альтернативы для Германии И отменить запланированную встречу ее лидеров Но суд Мюнхена посчитал, что у Штайнберга нет достаточных причин для разрыва контракта И обязал его открыть двери пивной Хофбройкеллер для радикальных политиков Сейчас владелец пивной обсуждает дальнейшие шаги со своими адвокатами Он очень разочарован тем, что судьи не оценили уровень опасности для него лично и его заведения Пивная Хофбройкеллер известна тем, что именно здесь Адольф Гитлер провозгласил свою первую речь В качестве лидера немецкой рабочей партии, которая позже стала нацистской партией Пилотное соглашение сегодня заключили профсоюзы металлургов и работников электроиндустрии с работодателями Стороны встретились в Кёльне После масштабных протестов работников IG Metall руководство концерна дало старт самому значительному прорыву в переговорах немецких профсоюзов за последние годы Решение любым способом договориться с сотрудниками А это самая большая индустрия Германии Почти 4 миллиона человек Окончательно обо всем объявят в ближайший понедельник А чтобы руководство не передумало, сами работники решили не прекращать протестов заблаговременно И таким образом держать начальство в тонусе Напомним, профсоюзы требуют для рабочих увеличение зарплаты на 5% в течение 12 месяцев Работодатели категорически отказывались В свою очередь их предложение 2% увеличения в течение двух лет отвергли сами рабочие Детали нового пилотного соглашения пока не разглашают Бундестаг принял новый закон о равенстве инвалидов Несмотря на протесты самих людей с ограниченными возможностями Несколько человек, которые передвигаются на колясках Приковали себя к перилам моста неподалеку от здания Бундестага В знак протеста против нового закона Этот закон, который снимает барьеры для передвижения инвалидов Будут обязаны выполнять только государственные и общественные компании А частным компаниям будет только рекомендовано создавать условия для беспрепятственного доступа людей с ограниченными возможностями За отсутствие пандусов, специальных лифтов и других приспособлений для доступа людей с ограниченными возможностями Отвечать будут лишь госучреждения Частный сектор будет следовать закону по желанию Это означает, что доступ в рестораны, клубы, частные фирмы, аптеки и даже клиники Будет для инвалидов по-прежнему ограничен Протестующие под Бундестагом требуют распространить действия закона о равенстве и на частный сектор Человечество достигло таких высот, мы даже слетали на Луну Но в Германии до сих пор не могут создать нормальные условия жизни для инвалидов Закон, который мы требуем, уже действует в Австрии, Испании и Соединенных Штатах А у нас нет Люди с ограниченными возможностями уже выходили на акции протеста в начале мая Но сейчас пошли на более серьезные меры В Германии 10 миллионов человек живут с инвалидностью 7,5 миллионов серьезно ограничены в движении Президент Франции решил продавить реформу трудового законодательства без одобрения парламента По словам премьер-министра Франции Манюэля Вальса Президент страны дал ему полномочия приступить к реализации вызвавшей многомесячные протесты Реформы на основании редко применяемой статьи Конституции Спорная реформа трудового кодекса спровоцировала массовые протесты во Франции И будет начата без одобрения парламента Об этом заявил премьер-министр республики По итогам экстренного заседания кабинета министров в Елисейском дворце Речь идет о пункте, который позволяет применять закон без голосования в парламенте Вместе с тем, по данным агентств, в этом случае Конституция Франции Предусматривает также возможность проведения голосования в парламенте По вотому недоверия правительству И правоцентрическая оппозиция уже заявила, что воспользуется этим шансом В начале года правящая соцпартия предложила либерализировать трудовое законодательство Чтобы подтолкнуть французский бизнес к созданию новых рабочих мест В условиях, когда безработица в стране превысила психологический барьер в 10% По замыслу властей, реформа должна была помочь предпринимателям преодолеть страх Перед наймом новых работников, вызванный сложной процедурой вольнения Работодатели получили бы более широкие полномочия по ведению переговоров с работниками В обход профсоюзов, в частности, что касается рабочего дня и сокращения размера сверхурочных Все без исключения французские профсоюзы назвали этот законопроект историческим регрессом И призвали правительство отказаться от спорной реформы Однако премьер-министр Мануэль Вальс заявил, что правительство отступать не намерено В результате во Франции уже на протяжении двух месяцев проходят антиправительственные протесты Нередко перерастающие в беспорядки Так произошло в начале этого месяца в Париже, Марселе и ряде других крупных городов В ходе столкновения с манифестантами пострадали более 70 полицейских Соединенные Штаты и НАТО объявили о постановке на боевое дежурство базы противоракетной обороны в Румынии Торжественная церемония с участием генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга Заместителя министра обороны США Боба Уорка и премьер-министра Румынии Дэчана Чолоша Прошла в четверг на базе в окрестностях деревни Девеселу Боб Уорк заявил, что система адаптивной ПРО наземного базирования Иджис Эшор предназначена для перехвата баллистических ракет с Ближнего Востока По его словам, Москве не о чем волноваться Речь никогда не шла о России Система всегда была предназначена для перехвата ракет, запущенных из Ближневосточного региона В направлении союзников по НАТО и войск США в Европе Мы предлагали русским ознакомить их с техническими данными Мы сделали все, что в наших силах, чтобы они поняли возможности системы И убедились, что она не представляет никакой угрозы для их сил стратегического сдерживания На вопрос, будет ли аналогичная база в Польше, предназначенная для перехвата российских ракет ОРК ответил, что таких планов не существует Эти заявления не убедили Москву Пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков заявил в четверг, что развертывание системы ПРО Представляет собой угрозу безопасности Российской Федерации По его словам, президент Путин неоднократно задавался вопросом, против кого будет работать система МИД России заявил, что Соединенные Штаты нарушили советско-американский договор о ракетах средней и меньшей дальности 1987 года Свою обеспокоенность Россия высказывает с 2002 года, когда стало известно о планах размещения элементов американской ПРО в Европе Решение о базе в Девеселу было принято в 2012 году Сейчас здесь находятся 24 ракеты-перехватчика СМ-3 Проект Hyperloop или Гиперпетля сделал уверенный шаг к воплощению в жизнь Успешные испытания новой технологии прошли на полигоне в пустыне к северу от Лас-Вегаса Транспорт будущего, по задумке, должен перевозить пассажиров в капсулах на воздушных подушках по трубам в условиях низкого давления, почти вакуума Скорость перемещения – 1200 км в час Идея принадлежит бизнесмену Илону Маску, создателю компаний SpaceX и Tesla Сам он в проекте не участвует Один из руководителей программы, инженер Броган Бамброган, прежде работавший в SpaceX, доволен достигнутым результатом Да, я очень рад, потому что вся наша команда работала не покладая рук Технические испытания – коварная штука Никогда не знаешь, будет ли все работать именно так, как ты хочешь Реактивный механизм, протестированный в среду – первая часть проекта Трехметровые сани за две секунды развили скорость в 190 км в час и затормозили с помощью песка Система торможения находится в стадии разработки В проекте использована технология МАГЛЕВ – магнитной левитации Она снижает трение и позволяет развивать огромные скорости Мы полагаем, что технология будет готова к эксплуатации к концу десятилетия К этому времени должна быть создана инфраструктура, обеспечена финансирование и законодательная база, благоприятная для инновационной технологии Полностью функциональный прототип компания Hyperloop One рассчитывает создать к концу этого года По оценке Илона Маска, строительство трассы между Лос-Анджелесом и Сан-Франциско, около 700 км, обойдется в 6 млрд долларов Это около 7 млрд долларов за 1 км Прокладка 1 км высокоскоростной железной дороги обошлась бы почти в 10 раз дороже Спокойная Рейнская метрополия станет городом музыки Фестиваль Jazz Rally стартует сегодня в Дюссельдорфе Планируется проведение 80 концертов, в которых примут участие полтысячи групп и исполнителей Фестиваль проходит с 1993 года Jazz Rally выделяется из числа других музыкальных фестивалей, проходящих в европейских городах своими масштабами Ожидается, что праздник музыки посетят до 250 тысяч зрителей Для Дюссельдорфа все население, которого не превышает 600 тысяч человек, это очень серьезные цифры Конечно, ни одна концертная площадка не в состоянии вместить такое количество любителей хорошей музыки Поэтому выступления творческих коллективов будут проходить на 30 сценах, расположенных в разных районах города Например, 4 площадки действуют в аэропорту Дюссельдорфа, 4 в речном порту А остальные находятся в пределах Альштадта, исторического центра города В большинстве своем от одной сцены до другой можно легко дойти пешком Кроме того, каждый гость, купивший универсальный пропуск на все концерты, так называемый Jazz Button Может в течение трех дней бесплатно передвигаться по городу на любом виде общественного транспорта, кроме такси Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова